салем достар булка штанов миненка штанов reaction арнама кошки льди низдер сегодня у нас будет реакция на видео под названием из германии в казахстан плюс жизни в казахстане что нравится на родине ребята приступаем к просмотру но прежде чем мы приступим к прохме за то что подписывайтесь на канал кто еще не подписался внизу кнопка проходите прожимаете кстати также подписывайтесь на мой бусти там регулярно выходят реакции на различные фильмы и сериалы которые блокируются ютубом по авторским правам крайний фильм который я посмотрел это робокоп 2014 года очень крутая комедия комедия сказал да фантастика конечно же ребят фантастика атака тистанов на четвертом сезоне смотрю уже они мы невероятно крутое так что еще из последнего патрулью ребята первая серия на бусти с моей реакции в ютубе все это заблокировали ну и розыгрыш 1000 рублей сегодня вечером на стриме разыграем так что еще из последнего было ну в общем ребята 103 контент максимально разнообразных крутой интересный переходите подписывайтесь так ну что давайте приступать детка друзья всем привет приветствую всех на своем канале в общем сегодня бы хотел поговорить о плюсах жизни в казахстане да когда-то жили в германии рассказывали плюсах жизни в германии теперь о казахстане конечно друзья только исключительно наше мнение то что мы интересную пожив другой стране потом вернулись сюда обратно на родину и сейчас в этом видим большие плюсы о том о чем я сейчас расскажу да конечно есть и минусы также как и в любой стране как и в германии везде но об этом поговорим в следующий раз когда-нибудь да сейчас говорим о плюсах в общем кому интересно оставайтесь друзья друзья первым плюсом я бы хотел конечно отметить это гостеприимство казахстана здесь люди на самом деле очень добрые потому что это сравниваешь вот я пожил в германии просто немного начинаешь сравнивать совсем другой менталитет совсем другие люди то что здесь вот ну реально если тебе даже плохо да там станет на улице там но не будут мимо проходить или чужих тоже помогут всегда это я сейчас не сравниваю с германией то я просто говорю то что я это понял что здесь есть на самом деле то что там человеку будет плохо допустим ему всегда помогут если там кто-то даже вот бывало при приходят но деньги там просят там какой-нибудь человек да ему там плохо не хватает на проезд при мне ну люди берут дают реально щедрые люди или там вот человечество у тебя сломается на дороге да или еще что-то человеке с большой буквы выйдут подскажут там что-то сделать подтолкнут или еще что-то у нас даже вот когда были здесь жили раньше случай был там поехали на копчега еще давно это на рыбалке были тоже застряли машины там конкретно в песок села тоже такая толпа собралась там все давай решать кому-то их машина знаете а это вообще были посторонние люди в общем гостеприимство здесь хорошие всегда накормят угостят позовут в гости вот это классно вторым плюсом как мы посчитали для нас является это то что казахстан это многонациональная страна да то что здесь очень много людей проживает разных национальностей все дружат все общаются германии как очень много там что же полно разных тех наций друг если казахи друзья есть русский ну в общем его тогда то что очень много народу живут дружно сплоченно и как бы все любят свою страну это тоже я считаю большим плюсом также я считаю очень большой плюс это то что конечно это в данном случае это уже в сравнении с германией это то что здесь налоги не такие огромные допустим как германии все намного дешевле именно в плане допустим коммунальных услуг в плане интернета да то что допустим в германии интернет пенсионные отчисления до разными там 50 евро мы за него платили в месяц здесь намного дешевле он ну конечно ну ни хрена себе 50 евро это к примеру если на наши деньги сколько получается ну около трех тысяч рублей я за свой интернет плачу без лимита скорость 100 мегабит 450 рублей да интересно ребят у вас сколько там какие расценки 50 евро охренеть наша по качеству интернет лучше в германии это никто не спорит но все равно допустим наверное уже 5g с дешевле все идет чем-то в германии цены за газ также делаю плюс это то что медицина здесь по сути она здесь бесплатная потому что ты официально не очисляешь на нее некие налоги да здесь как германии допустим там ты почти какую-то крупную сумму тоже всегда отчисляешь и как бы приходишь всегда страховкой до своей исполнил пользуешься просто ребят я так понимаю у нас есть альтернатива у нас есть бесплатная медицина но она типа такое себе но это все равно она есть это бесплатная медицина а есть платные частные клиники пришел заплатил тебе все сделали по высшему разряду в германии нет альтернативы там по сути дела ты за эти медицинские страховки в европе в америке везде там эти медицинские страховки стоит бешеных денег и она то и выходит только там получается бесплатного нету ты в любом случае если не дай бог попал больничку все ты должен заплатить как то так так что у нас есть выбора там нету здесь это все как бы бесплатно если ты прикреплен к поликлинике а также бесплатно окажут помощь все сделают там проверят врачи и так далее и как бы именно в поликлинике это бесплатно есть конечно частные клиники где ты придешь заплатишь тебе тоже все сделать ну за деньги в этом плане но все равно есть бесплатная медицина здесь еще ребят такой момент вот я не знаю как у вас казахстане у нас в россии к примеру чем меньше город тем с бесплатной медициной всех все просто ваш плакать хочется ну то есть там вообще никакая она исчезнут эти городские поликлиники чем больше город там уже другой уровень абсолютно потому что наверное так понимаю бояться за свои места за свои зарплаты есть какие-то рычаги влияния да на них а чем меньше город и то там вообще как бы в этом плане царит беззаконие это тоже считая большим плюсом также вот насчет вот этих приемов к врачу да и то что допустим германии ты не мог пойти и купить где-то в аптеках лекарства какие-то без рецепта да очень мало было лекарств который можно купить без рецепта в основном только рецепт врача нужен тут с этим намного проще если те врач уже допустим просто посоветовал не обязательно чтобы она выписывал что-то ты можешь пойти ну в общем очень много ты можешь купить без рецепта то есть какие-то антибиотики уколы проколоть и еще что-то так иногда бывает люди до простыли и тебе просто нужно ты сам знаешь какой тебе нужен антибиотик и как бы здесь не на все меньше намного лекарств на которые нужны выписки от врача да также еще то что прием к врачу здесь ждать так как германии тоже не надо это я для себя лично вывод сделал то что это тоже большой плюс потому что там чтобы пойти куда-то этот я уже рассказывал кому-то врачу ты там бывало месяц ждал неделю ждешь две недели тут если прям что-то срочно тебе пойдешь любую допустим частную клинику заплатить а тут же примут в течение часа точно а там при наличии денег да еще и надо быть вместе ждать ну ни хрена себе вот это да блин мысль прямо сейчас была и ушла блин прямо что-то такое хотел сказать ладно значит значит не надо говорить еще одним огромным плюсом для меня является друзья потому что но друзья это даже не люблю вообще вот этот период когда вот снег слякоть да и так далее в общем не люблю осень и зиму большой плюс казахстане это то что ну конкретно у нас в алмате в городе это то что здесь большую часть в году дней светит солнце ну реально здесь очень редко идут какие-то дожди и так далее да в основном всегда солнце светит но я дает уже местные моменты локационные в принципе все это я считаю тоже огромным плюсом друзья у меня для вас новость на миллион способ как переводить так ладно ребята тут интеграшки мы их пропустим города алматы это то что прям на пороге города это вот как в германии было вот в австрии едешь и у них также в австрии прям из города видно огромный красивый город а то что здесь ну реально ты можешь если хочешь поехали горы это всегда жирный плюс это очень круто друзья то что здесь есть сразу и высокогорные катки ну которые и на лыжах катаются и на сноубордах и девич было коньках и все это совсем рядом особенно вот час у нас погода осень когда идут ну дожди снег идет сразу видно что горы такие снежные сразу другой вид такой красивый открывается в общем это тоже очень классно также друзья один из самых больших плюсов это тоже является это то что в казахстане традиционное блюдо называется бешбарма кто его кушал это очень вкусное блюдо в общем здесь его очень много можно интересно в германии какие национальные блюда сосиски к пиву везде заказать покушать ресторане да и в общем здесь вот тоже является большим плюсом то что здесь в принципе выбор еды очень большой да допустим не как германия был я ничего не хочу плохо сказать я просто сравниваю как бы то что там не такой выбор как здесь здесь ну реально куча ресторанов просто куча кафешек всяких ранее чего себе да там блюд ну смысле национальные блюда там одна такая кафешка другая такая везде можно покушать всякие разные блюда но это просто реально выбор огромной это тоже считается плюсом для нас лично хотел еще отметить один плюс это то что здесь такси не такое дорогое допустим ну именно по сравнению как в германии я этого знал да то что там чтобы вызвать такси это ты там а дашь очень большие деньги ну дорого это стоит реально там потому что считается по километражу здесь такси намного дешевле плюс еще то что здесь в принципе если куда-то торопишь а можешь выйти на дорогу до рукой там проголосовать тебя кто-то заберет допустим такого нету просто этого в германии делать нельзя было допустим так люди не стоят не так не голосуют да там ребят еще такой момент ну наверное немножко не корректно да так сравнивать цены на такси все же относительно относительно зарплат вот если бы он допустим процентное соотношение цены поездки на такси со средней зарплатой допустим в алматы и в той же самой германии но не знаю где он там жил если бы вот такой произвел как бы сравнение ну то же самое и цена на интернет может быть 50 евро для нас это дорого до зарплата там 10 тысяч евро но хотя нет таких не было ну бывает зарплата но это слишком большая зарплата не считается ну короче все относительно надо вот такие моменты приводить в пример чтобы прям как картина была более объективно всегда вызываешь такси он приезжает забирает ну я имею ввиду то что суммы совсем разные вообще близко такси дешевле здесь намного также я считаю одним из больших плюсов это достопримечательность казахстана тоже очень много красивых мест очень много ну людей приезжают даже есть организовала такие поездки там куда-то на чарынский каньон или еще что-то или в горы там ездят ну вот сейчас были тоже много туристов замечаем и там это тоже круто то что можешь всегда куда-то съездить что-то новое посмотреть для себя до этих достопримечательниц и очень много здесь почему казахстан это тоже считается плюсом для нас так же одним из плюсом для нас лично является это то что здесь работают круглосуточно есть магазины круглосуточно есть аптеки круглосуточно это очень удобно потому что если вдруг ты что-то ночью приспичило там купить или в аптеке допустим только в германии нет получается что может всегда ночью поехать и купить да это тоже очень удобно фига себе большой плюс то что здесь сейчас странно почему не вложением да как вы все знают бесплатная реклама 5 каспий банки здесь вот он просто сделал отличное приложение как через которое ты можешь вообще делать все свои какие-то там нужно все онлайн можешь оплачивать счета коммунальные услуги интернет парковки что-то покупать магазине в общем почти все можно делать не выходя из дома переоформлять машины там и так далее карточку кстати на вообще они открыли да я не знаю просто удивило нас может когда-то рассказывали в ком-то видео то что я пришел там за 10 за 40 секунд или минуту что ай не травите душу а хотел бы я себе тоже такую карточку очень удобно ну как бы сфера это тоже считается очень большим плюсом потому что это реально удобно также друзья и что одним из больших плюсов это то что здесь допустим у нас городе у нас здесь очень много допустим какие-то ремонтных услуг да допустим для машины с того шиномонтажки там ну который ремонтирует машины мелкие частники гараж беда она не такого нету да там совсем немного это выглядит по-другому там тоже есть эти все услуги до которые ремонт автомобилей так далее но это стоит очень дорого и таких вот допустим ты есть и большие сервисы найти тоже было очень сложно по ней обычно тоже надо звонить договорятся потом эвакуатор там сидела в принципе можно ехать если никого нету тебя сразу починят машину и так далее потому что тоже удобно бывает все на дорогах да иногда едешь и внезапно что-то раз там шину проколол заехал два метра шиномонтаж и они все сделали я просто вот пример вам приведут я недавно с другом созванивался у него машина новая салона он ее покупал год назад что ли где-то так у него audi машина вот сейчас он прошел сервис ему сказали там где он ее покупал местные отечественные машины на эту машину 1700 евро выходит просто их поменять он там нашел другое место через знакомого тот сказал 600 его просто представьте друзья хренеть сумма да просто здесь с этим все намного проще колодки это все делается и намного дешевле вот как-то так тоже один из больших плюсов я считаю я думаю все это большой плюс плюсы которые нам показались реальными плюсами я рассказал конечно же друзья есть и много минусов так же как и везде в любой стране еще раз повторюсь да но сегодня я решил просто записать тему на именно о плюсах жизни в казахстане потому что многие люди сейчас тоже переезжают сюда кто-то планирует возвращаться и так далее я думаю кому то это будет интересно послушать вообще потому что плюсов тоже много всем спасибо за просмотр друзья кто не подписался подписывайтесь всем удачи хорошего настроения все понял рахмет за пожелания взаимно так ребята ну что достаточно интересно было послушать в принципе по ходу всего видео что-то комментировал повторяться не буду хотел бы попросить вас чтобы вы написали в комментариях а все что вы думаете по поводу моей реакции по поводу увиденного и услышанного в этом ролике не забывайте также подписываться на бусти о котором я говорил самом начале этого видео и также на социальные сети там периодически выходят анонсы различных видео стримов ну и так далее и так ну что ну в принципе и все коп рахмет коп рахмет улькина рахмет за то что подписан на канал ребята вот кто-то очень много смотрят кто чисто смотрят но не подписываются не знаю по каким причинам ребята все очень просто внизу есть кнопочка такая прожали все подписались лайк поставили обязательно и также включили колокольчик уведомления все и вы всегда будете в курсе видео которое выходит на канале этом не составит у вас много труда вам не составит время немного не отнимет мне будет приятно по крайней мере жду все давайте до стар всем пока удачи до встречи